Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Евангелие от Матфея, 28 глава, 9-10 стихи. Когда же шли они возвестить ученикам Его, И сей Иисус встретил их и сказал, Радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, Не бойтесь, пойдите и возвестите братья Моим, Чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. Толкование блаженного Феофилакта. Господь возглашает женам, Радуйтесь, так как женский пол осужден был наскор, То Господь воскресением Своим доставил женскому полу радость и благословил жен. Впрочем, некоторые говорят, что они намеренно ухватились за ноги Его, Чтобы удостовериться, действительно ли Он воскрес. И не мечтали это? Или не дух ли? А они и думали, было, что это дух. Итак, в этот раз обе Марии прикоснулись к ногам Его. Если же Иоанн говорит, что Мария Магдалина, Хотя и пыталась прикоснуться, но не была допущена, То это было потому, что она хотела всегда пребывать с Ним так же, как и прежде. Или лучше, она потому не допущена была прикоснуться ко Христу, Что это было излишне. Ибо после того, как она, по сказанию Матфея, Уже прикоснулась к ногам Его, Что была за нужда прикасаться в другой раз? И поэтому, как желающая излишнего, она не допускается. Все толкование. Вот интересно, ни одна книга так не исследовалась за мировую историю, Как Библия, и особенно евангельские изречения. Исследовалась очень часто, недобросовестно. Притом даже невооруженным глазом говорят, Это видно, что не о том там говорится-то. И вот находят противоречия. Ни одно, ни два. Несоответствия, разночтения написано. Сто пятьдесят тысяч. Ну, сто пятьдесят тысяч, это, посмотрите, сначала слов-то хватает, Хотя бы на каждое слово. А вот разные там свитки, кодекс, безы, Ифремов, манускрипт, начинают все искать. Синайский, который там Константин Тетишендорф нашел, Который является, к слову, главным, с которого перевод-то. А зачем это делается? Доказать только одно, что Евангелие такая книга, Которой верить нельзя. И вот однажды мы ремонтировали библиотеку, я плотником работал в городе Пензи. Ну, и вижу, там стоит Лев Кассиль, там забавное Евангелие. Ну, такие вот книги, богомерзкие. Я говорю, а это советское время было, Шестьдесят третий год, шестьдесят четвертый, вот это вот. Противоречия в Библии нет. Как нет? Библиотекарь сразу. Там столько противоречий. Я говорю, а вы могли бы хотя бы одно показать? Почему одно? Я покажу много. Она по книге сейчас начнет там щипать где-то, А там опровергать нечего. Побежала. Нету. Походила по полкам своим, все расставлено. Ни одной книги нету. Как же так? Она пришла расстроенная такая. Я говорю, да нету там. Это вот если говорят они, вот Мария там два раза приходила, Вот устранение этих мнимых противоречий, Очень на высоком уровне было у святых отцов, Вот они и доказывают. Они в это верят, вы не верите. Но даже спорщик, даже противник должен быть честный в доводах. Ну зачем я буду говорить, что был маленького роста, Говорят о таком-то там Азенхауэр, Тогда был Аденауэр, Конрад. Они высокого роста, Хрущев ниже. Но я люблю Хрущева, больше не могу его выше ростом сделать. Потому что он рядом с ними стоит и видно, Что он, как на Наполеона говорили, коротышка. И она сколько ни крутилась, не могла, Вся бригада наша стоит, смотрит, говорит, А почему она не может показать? Я говорю, нету, Господь закрыл. И в моей жизни было не раз так. Я это считал у Владимира Филимоновича Барсенковского. Это был единственный лектор религиозный, Которого разрешено было советская властью, Чуть ли не от Ленина, Разъезжать по стране с одним музыкантом, Среди студентов, доклады делать, Достоверно ли Евангелие? Достоверно ли? Вот в первом томе, Вот у нас в материале вышел трехтомик Нового Завета, Вот он есть. Там говорится, что есть такие мнимые противоречия, И он это все блестяще просто устраняет. И однажды он сказал, Если кто знает хоть одно противоречие, Вот вам 50-ти рублевое, Там показал бумажку или что-то, Я бы мог сделать. Это у Чарльза Спержина так же было. Он вышел, студент такой, Такие слова не связаны. Я вижу, что возражать нечего. Казанский, кажется, университет. Я только сижу и молюсь, Господи, закрой ему уста. Ну, просто богохольствует стоит-то. Он вышел, Постоял маленько. Я хотел сказать, Да ладно. Повернулся и сел. То есть Бог отнял все, Не только знания, Речь отнимает. Я вот 50 лет занимаюсь с разными людьми, С разными, с разными. И такие мне встречались в дороге. И бывает такой просто ярый безбожник. Что ему отвечать? За каждое слово цепляется. Помолился. Гляжу, он совершенно переменился. Я решил маленько в тамбур выйти. Он сразу мигом за мной. Простите меня. Я сам не знаю, Что со мной сделалось. Я поехал из дома, С тещей поругался. А тут как собака на вас напал. Вы же так говорили. Это мне прям все так приятно. Прости меня. А никто не видит ничего. Я зашел, сел. А он сидит рядом теперь. И ни одного, Не только против вопроса, А даже да, да, я слышал так. И на него уже с удивлением смотрят. Что означает? Присутствие живого Бога. Духа Святого. И вот эти женщины, Еще не исполненные благодатью Духа Святого, А они приняли все в себя. И они с трепетом бежали. Они с удивлением, с восхищением рассказывали. Делились радостью. Бог коснулся. И когда меня вот спрашивают иногда, А вот вы могли бы такому-то доказать? Нельзя доказать. Христос не мог доказать. Здесь меня в краевую больницу привезли как-то на операцию. Ну а потом врач, наш знакомый, Виктор Андреевич Яковлев, И говорит, тут один профессор, Очень хотел с вами встретиться. Ну встретился, стали беседовать. Я вижу, что он не ищет ничего, А ему надо похвалиться, Как много он знает, И меня, говорится, усечь, В лужу посадить-то. А вот скажите, как так? Я отвечаю по Писанию, Глава такая, стих такой. Он ищет вопросы. Скажите, у вас свои-то мысли есть или нет? Что вы мне цитируете Библию-то? Я говорю, а я вас сразу узнал. Я даже не знаю, как звать, а вас узнал. А как вы меня узнали? Так вы в раю еще к Еве подходили. Он сразу от меня отшатнулся И потерял ко мне всякий интерес. Все. А что вы цитируете? Я не Маус и Дуна цитирую, Я Библию цитирую. Это Дух Святой сказал, Ни одной буковки нельзя потерять. Мы были у батюшки, Там кто-то, видимо, выжег на дереве. Отче наш. И в конце, Ибо твоё есть царство, и сила, и слава, Во веки веков. Я знаю, что нету слова веков. Я вот взял, Открыл Библию там у него на столе, Посмотрел, нету. Но не стал говорить. Зачем добавляют это слово? Я вчера посмотрел По поисковику библейскому, Тимофей Хак, который сделал, Да будет благословен он у Господа, Как о Магомете говорят мусульмане. И нашел, что 24 раза во всей Библии Говорится Ветхий Новый Завет, Во веки веков. 24. Из них 16 раз, говорится, Только в Откровении. А во веки, Ну, если эти цифры отнять, То 121 раз. Почему? Я подумал, что где-то слово во веки веков Имеет значение временное. Нет, и так, и так. Поэтому для меня это не ответ. Ну, ничего особенно в этом нет. Но нет там слова. А что оно? Греховно нет. Не знаю я, греховно или нет, Но неужели из этой скалы? И четыре слова сказал Моисей. Бог говорит, не войдешь в обитованную землю. Позвольте, но он же избранник Божий. Мне не надо рассуждать. Ты не войдешь, Ибо ты не прославил меня. Так он из-за того, что ударил скалу. Нет, 105-й Псалом говорит, Ты погрешил Моисею устами своими. Бога нельзя подправлять. Что заключено во веки веков в этом слове? Почему его здесь нет? По смыслу оно должно быть. Его нету ни в одном переводе. Ни в английском языке, ни в немецком. Я где стверялся. Надо просто принять и сказать, Господи, да будет воля Твоя святая. Нельзя добавлять. Нельзя убавлять. И Господь, заканчивая Библию, для нас данную, предупредил, кто добавит, убавит книги сей. Так это книги сей к этой. Да нет. Притча Соломона, 30 глава, 6 стих, говорит о Слове Божьем. Легко людям добавлять, когда они Библию не знают. Я вот сегодня хотел сказать. Россия 2000 лет могла в Горисе искать. Ну, 1000 лет это определенно уже. И посмотри, какие книги. Вот я вчера снял с полки свои книги. Покажу сейчас. Вот книга. Посмотрите, какая ее толщина. Ну, видно вот, какая толщина. там, сравнить с головой. И Библию маленькую. Подожди-ка. Библия где-то здесь лежит, коричневая. Вот это полная Библия на английском языке. Библия. Вот, смотрите, по толщине какая. И здесь. Как она выглядит. Застежки. Вот она где. Ну, она выгнута уже как. Вот. И сколько здесь написано. Вот, посмотри, что. Как она. Толстая бумага. Заболящего. А еще что? Вот я когда хотел научиться. Вот. Заболящего. Вот. На исход души. Поверху красная. Видите, какие цифры здесь. А здесь что? 406. Это буквами изображается. А еще что здесь есть? Ну, здесь много что есть. Но только молитва. Вот. За терпящих. За творящих милостыню. Вот они творят милостыню. И просто сказать. Благодарю Господа. Нет. Специально составлен канон. Припевы. Красную. Киноварью. Видите. Творящие милостыню. Вот. Вот. Заболящих есть. Но мне больше всего нравился. Когда еще не знал. Это канон за едино умершего. Я не знал Евангелия. Вот. За едино умершего. Я думаю, у нас не папа, а тятя звали. Вот они умрут. А я буду за них молиться. Я им помогу. Но сам-то я в аду буду. Моя совесть подсказывала мне, что я грешник. И никто не... Я эти книги читал. Я их читал уже в первом классе. И вот сколько их здесь есть. Какое бы дело ни было. Ну, псалтырь. Ясное дело. Это псалтырь. Книга-псалтырь. Вот. Теперь дай-ка вторую покажи. Какая она по объему. Вот она какая книга. О, посмотри. Это не просто книга. Это сокровище. Опять же, в сравнении с Библией. Полная Библия. Вот она. Сравни. По толщине. Какая она. Огромная просто книга-то. Я... Некоторые книги были такие. Кажется, килограмм девять. Одна книга. Один раз я в мешке принес около 15 килограмм. Вот какие книги были. Я много лет был переплетчиком книг. Реставратором старинных книг-то. И вот здесь вот считаешь же на каждый день. Что нужно считать? Вот. Зачатие Причистой Богородицы. На зачатие. Вон, поверху заголовки-то. И посмотри. Сколько страниц. А тут оно не страницами, а листами. Вот листами. Вот оно. 674-е. Ну и так до конца. Вот 674-е. А то что? Успение Богородицы. То есть на каждый праздник, на каждое событие. Но нет нигде. Нет, нет. Просто я нигде не мог найти ни в одной книге. Вот они, видите, какие застежки. Тут когда старобрядцев нашли, только щелкают. Вот этот звук издают. Щелканье. Особенно ценный. Вот так вот. Но это я не переплетал. Это просто книга лежит. Она очень много времени требует. Она на шнурах. Тут показано. Пять шнуров. Старинным методом. Но и в Ангелии нету. Я встретил только один раз. И при том не у старобрядцев. Здесь где-то Библия. Дай-ка вот эту показать. Вот полная Библия с неканоническими книгами. Эту я уже реставрировал полностью. Закладочку сделал. Переплел. Ну и опять же в сравнении вот с Библией. Видите, какая. Ну, бумага уже более тонкая была. Более тонкая. И вот посмотри, что значит реставрация. Это я сам ее на шнурах сделал. Видите, она с пальчиком. Она очень крепкая. Ее не оторвешь. Это самый прочный метод. Какой вообще существовал в переплетном деле. Ну, форзац. А дальше каждый лист. Тут надо было надписывать. Видите, как он. Обрывок был. Я его наращиваю. Вот он как. Каждый. И сколько труда здесь не опишешь. Вот. По порядку. И вот они. Каждый листик наращивается. И вот дальше идет. Видите, каким мелким. Бумага уже более тонкая была. И спрашивается. А когда? При Елисавете. Елисавету знаете императрицу после Петра. Петра Первого Великого. Вот. Это Новый Завет. Вот оно. Показать. Новый Завет. Здесь. Что тут написано? А где они апостольские? И последнее. Это, как всегда. Ну, апокалипсис. Вот оно написано. Апокалипсис Святого Иоанна. Поверху-то. И в конце, как правило, уже, ну, видишь, как пальчик все сделано здесь. Вот. Каждый листик опять я заново восстановил, отреставрировал. Ее надо дописывать было. Какие праздники. Это вот у меня Библия. Другая еще более древняя у меня была. Где-то. Я кому-то подарил. Я их реставрировал, доставал. За труды старые отдавали и отдавал. Но Библия-то на церковно-славянском. Попробуйте почитать Библию, когда-нибудь на церковно-славянском, а потом передайте людям. Вы не сможете передавать ее. Вам надо будет на свои слова переводить, а перевод не точный. Наша Библия на русском языке, перевод ее, я на разных переводах читал, знаю, он соперничать может с самыми современными, лучшими, улучшенными переводами Библии. И если бы тогда-то все это было, и у евреев-то, а у них тоже там понятия-то никакого не было-то, то они бы быстро пришли к воскресению Иисуса Христа. Да, он должен был умереть. Это пророчество Ионы. Люди не знали этого. И то, что сейчас считаешь толкование блаженного фифилакта, какое толкование, когда самого Евангелия-то нету. Иногда мы как-то беседовали, большая группа баптистов были, но они желали меня, как говорится, уесть. Да по-вашему, что? Толкование лучше, чем сама Библия? Ну, толкование не может быть без Библии. Что толковать-то, если Библии нету? Как толковать-то? Вы бы сказали, что толкование, Библия с толкованием святых отцов, это лучше считать, чем без толкования Библию? Ну, конечно, лучше. Без толкования это рождение секты, определенно. Какой бы ты умный ни был, у тебя ума и разума не хватит все понимать правильно. Толкователи были подобны Иоанну Златоусту. Там Киприан Карфагенский, считаем Ефрем Сирин, Кирилл Русалимский, а блаженный фифилакт все это вместе собрал, но отдавая большее предпочтение Златоусту. То, что мы сейчас считаем, что нас просили уже неоднократно как-то озвучить. Сегодня люди любят не только слушать, но и видеть. Ну, а что у нас видеть? Вот мы сидим, утром помолились, это после мы встаем в 4.40, помолились и сразу, пока я здесь, до 4 октября 2013 года в Потеряевке, мы считаем, а потом продолжим и в Барнауле. Главное это верить написанному в Святой Библии. И вот мы верим, что Христос воскрес. Доказательств этому никаких у нас нету. Говорят, я докажу, нельзя доказать. Или открытый, кого я открою, Господь говорит, никто не закроет. Мне он открыл, я в это верю. Это дело веры, не доказательства. А она ухватилась за ноги. Ну, какие доказательства? Что на отпечатки пальцев поставил? А там не разрешил. Нет никаких доказательств. Я никогда ничего не доказываю. Спорит тот, кто ничего не знает. А верующий не спорит. Он возвещает истину. Я сказал, после второго вразумления, первого, второго вразумления, отвращайся. Ибо они развратились, потому что самоосуждены. Осудили себя. Вот и все. И что, ничего нельзя доказать? Ничего не доказывается. Доказывается то, что можно пощупать. Доказывается на основании Писания, если я верю Ветхому Завету. Господь говорит, а не читали ли вы? То есть это самое веское доказательство. А человек, если не верит. Да мало ли еще еврейские бредни там написали, чтобы угнетать людей, как мне подбрасывают материал. Это жидовье все погубило. Это жиды это все ограбили. А у вас жидовская вера. Что ты не говори. Великое преимущество быть иудеем, евреем. А наипаще в том, что им верено Слово Божие. Все. Мы перед евреями все в долгу. Но они обобрали нас. Так великое ли дело, если вы получили духовное, а у нас взяли телесное. Ой-ой-ой. Как вы не любите свой народ. У вас нет духа патриотизма. У меня есть патриотизм небесный. Паттерн небесное отечество. Отче наш сущий на небесах. И вот мы считаем это. И я в это верю. Еврейский Матфей сохранил. Дальше еврей Марк подтвердит это. Еврей Иоанн. И евреи это сохранили, масореты. Как мне быть неблагодарным им. А что они обобрали? Ну сейчас обобрали явно. Узнали там это обрамовое. А раньше это все шло на Анголу, на Кубу. Какая разница? Я жил бедный и живу. А что бедный-то? Я радуюсь в Господе. У меня все находят утешение. Он даже, вот он сидит под матью, залез головой. А там тут сидит, у батюшки вчера овечку закололи. Я ему ножки здесь сохраняю, мне отдают. А он, у меня собачка довольная. Я в бедности. Вчера интересно, в передаче передали, обнародовали завещание Березовского. Сколько у него жен было, и он их из завещания всех вычерпнул. И дети, которые от второго-третьего брака, вычерпнул. А первый жена, с которой разведен был, ей переписал и первые дочери от первого брака. Что она больше всех молилась? Ну, достояние, конечно, его не так уж и большое было. 800 миллионов долларов осталось. Ну, можно было поделить-то. Если даже миллионов пять бы долларов мне дали здесь, я бы развил деятельность. Дороги провести, школу. Ну, мне Бог не дал. Я занимаюсь другим сокровищем. А вот что. Поэтому нигде не надо свои мысли ставить наперед Божьих. Он воскрес. А как? Я ссылаюсь на Марию. Да ее, может, и не было Марией. Мария там сейчас показывает, в Скорсезе, там, искушение Христа. Что она делала со Христом там? Ну, и прочее-то. Она была распутная женщина. Ты ответишь за свои слова. Я за свои. Мы оба на суд Божий предстанем. Я верю, ты не веришь. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не имеет жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Вот в это я поверил. Доказательств никаких нет. И не говори, я ему докажу. Мне многие говорили, неужели вы не можете доказать? Я и не пытаюсь. Это недоказуемо. Это вопрос веры. Я верю в это. Что вот я съел, или вот собачка съела, грызет она. А у ней это будет перевариваться, превратиться в шерсть, в коготки, в эти коричневые пятнышки над глазами. Вот это самая ножка, которую он ест. А как она? Не знаю. Я не знаю, как птица, корова, как ест траву, превращается в молоко. Грызет зеленая трава в белое молоко. А белое молоко в этой черной корове превратится в желтое масло. Я не знаю. Я просто ем, и мне приятно. Я вкушаю написанное. Мария, какая она благословенная. Святое место. Считай. От Матфея, 28 глава, с 11 по 15 стихи. Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сие, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятностей избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово себе между иудеями до сего дня. Толкование. Стражи возвестили обо всем именно, что произошло землетрясение, что камень отвалился сам собою, что сами они от страха были, как мертвые. Но иудеи не вразумляются и тем, о чем свидетельствовали им воины. Напротив, еще заражают воинов страстью, то есть сребролюбием. И советуют им сказать то, что всего нечестивее и безумнее, то есть, что Господь украден. Но, безумные вы, как могли украсть ученики, когда они от страха сидели в запертии, отнюдь не смели выйти и показаться? Если же бы его украли, то как решились бы впоследствии умирать за него, проповедуя, что он воскрес? Как согласились бы страдать за ложь? Все толкование. Вот, толкование здесь очень сильное. Ладно, украсть они не могли, стоят воины, действительно, доказательства очень веские. Но суть-то в том, что ничего доказывать-то и не надо. Ученики не имели веры, прямо говорится, не имели. Они разбежались, разбежались, трусливые. Сами о себе писать это нигде, ну, просто, зачем им это нужно? Что они были такие недоумки, и они все время показывают, они просто ошибаются на каждом шагу, пока не обратятся уже от Духа Святого, не получат крещение. Здесь об этом доказательств никаких не требуется. А он воскрес. Это, говорит, татарина поприветствовал русский там в Казани. Христос воскрес. Мало отца Христос. Вот. Ну, воскрес все-таки. А доказательства те, что он был безгрешен. Я в это верю. И приложить к этому ничего нельзя. Никакие знания, ни исследования. Что сказал Тацит, что сказал Флавий Иосиф. Ну и что, что сказали. Мне они не нужны. Я знаю доказательства, плене младше, что, ну, все это уже после смерти Христа, сколько времени ушло. Вот эти свидетельства, какие нам оставил евангелист, это самые сильные. Их надо знать, в это поверить, и дальше свидетельствовать о Господе. Ну, а могли все-таки своровать? Могли. Но деньги-то они дали тайно, никто не знает, сколько неизвестно. И это ложь. А это воины, грубый народ. А они это теперь твердят, потому что Христа-то там нет. А кто будет верить в это? Правитель, начальник, он просто казнит их за то, что уснули, и такую молву пустили. А эта молва вернулась теперь к евреям, и они верят в это в сегодняшний день. То есть сами заплатили, прошло через рот воинов, вернулось к ним в мозге, и они по сегодняшний день, они его украли. Я разговаривал с евреями. На доказательство того, что украли, у вас есть, но его же там не было. Ну, не было. Но теперь эти же самые, которые украли, они умирали за него, за эту веру. И шли по всему миру, отреклись от всего, что у них было. Умирать за то, ну, кто-то не знает, там мог бы, но они сами это сделали. Такое в истории мировой было. Останавливается, то есть это не проходили. Мы заходили в синагоги, мне приходилось много беседовать с ними. Очень грамотные. Мне нравятся евреи, вообще нравятся, как нация. С молодежью, когда разговариваешь в этих вот своих ярмолках, ну, дальше начинаешь когда говорить. Особенно для них не нравится, когда ты знаешь Ветхий Завет, и начинаешь говорить по книгам, которые они признают. Исаия, 53 глава. Скажите, кто был изязан за грехи наши, какой пророк? Наказание мира нашего было на нем, рано в нем мы исцелились. Он был обезображен пащей лика человеческого. О ком речь? И даже их раввины постоят маленько. Знаете, не будем об этом говорить. То есть я по голосу, по интонации понимаю, он не раз задумывался над этим. И он по неволе возвращается. Ведь это все о Христе говорится. Но отойти оттуда нельзя. Измена веры, смерть, как у мусульман. Измена веры, смерть. Зарежут, будь девчонка, хоть кто. К христианам отношение другое. Лишь бы платили налоги. Но свой изменник, у него прямое указание. Прямое указание. Уничтожить такого. И они шли на это, изменив свои веры. Их караулили по 40 киллеров. Да. Вот это наибысшее, лучшее доказательство. А что евреи распяли непростого плотника, то видно из того, что Бог их рассеял и не могут собраться 2000 лет. 2000 лет. Когда они согрешали, Бог их наказывал. 15, 20, 70 лет. Но чтобы на тысячелетие, значит, распяли Сына Божия. Еще дали. Здесь дальше много, Игна Тихонович, не успеем. Не успеем. Вот я иногда немножко еще добавлю. Мы проходим 28 главу Евангелия от Матфея. Если Господь позволит, мы продолжим это уже в Барнавуле. Мы скоро выезжаем. Осталось немного. Задача такая, чтобы людям было удобно слышать. Вот у нас 12 томов Иоанна Златоуста. Покажи немного, где они стоят. Вон. Верхняя. Но они закрыты, но два тома лежат рядом. Высвяти их. Это очень такое редкое издание. Издание итальянское. 12 томов Иоанна Златоуста. Ну, получается, 13. 12 томов на два тома разбит. 13 книг. Видите, это не брошюрки какие-то. Когда я жил в Синоде, жил я там больше недели в Нью-Йорке, я увидел, что вот такое издание у архимандрита Кондратюка Арсения. Серьезный, сильнейший такой мужчина, русский архимандрит. И я в руки взял, подержал. И вот это да. А где вы достали? Ну, он был в Лестницком монастыре во Франции. В это время издали там. Я, говорит, купил вот это. А у него на полке они стоят. А я Златоуста так хотел иметь. Ну, очень хотел. Я насчитывал его. Я не знаю, что, как его сердце. Но Господь поворачивал ко мне сердца людей. И он с полки снял, достал у него несколько чемоданов было. Выбирай, какой чемодан нужен. Да у меня маленький, сумка у меня есть заплечная, рюкзак. Я говорю, выбирай чемодан. Я еще ничего не знал. Когда я выбрал какой, он посмотрел по размеру. Входит. И заложил туда своей рукой. Снял с полки и заложил. А потом, когда я в Вашингтоне был у Виктора Потапова, мне подарили компьютер. Компьютер? Ну, я видел, как на нем печатают. Какие разные шрифты. На машинке-то этого не сделаешь-то. Ну, я просто полюбил это. А Владимир Русак сказал. Я когда начал писать, у меня там подвальное помещение, говорит, я в нем провел там, сколько это, 3-4 года. И жена мне обед туда носила. И если вы сейчас займетесь компьютером, то что вы проповедуете, и ничего этого не будет. Вы будете сидеть за ним. Он поглотит вас. Это такая вещь, что я не поверил. Ну, и, видимо, правильно не поверил. Он не смог у меня отнять главного благовестия проповеди. И у Виктора Потапова подарили, когда мне компьютер. Я взял в одной руке златоуст, а в другой компьютер. Ну, совсем необходимым к нему. Процессор, это монитор. Но говорят, что в самолете можно брать только там, допустим, 16 килограмм. Больше нельзя. Но у меня-то больше. Я подержал и подержал. И опустил компьютер. А этот чемоданчик свой в руках. Я ехал и держал его. Вот. Их приехал. Вот сейчас он у Виктора Николаевича здесь. Я ему благословляю его, когда меня не будет. Он так у него и стоит здесь. Я его насчитывал от корки до корки. Полностью 12 томов на магнитофон. И распространил не только по России в то время. К слову сказать, к нему привязки не было у КГБ. И когда Никулин Юрий Михайлович, это полковник КГБ, а теперь он на пенсии, вот он, когда меня выпустили, архипелаг ГУЛАГ я тогда насчитал, вот, и мученики 20 века, история, трагедия русской церкви, Льва Регельсона, то об этом Златоусте сказали. А Златоуста своего, Игнатий Тихонович, распространяйте хоть мешками. И у меня его конфисковали и вернули. Вернули. Но оригиналов, у меня было несколько, оригинал на 270 метров пленки, на 375 и на 525. Катушечные были. 525, это 12 часов можно было слушать. Самое современное. Для меня сохранить надо было оригинал. Всякое другое, что снимаю я, это уже не оригинал. Это сегодня один к одному, хоть тысячу раз копирую, цифровой. А тогда нет. И я его хранил в разных местах, зарытая в землю, там под полом где-то отдельно в ход. И у меня было 6 заначек. Три КГБ нашло, а три не могли найти. Не могли. Комната 12,8 квадратных метра, они, кажется, 8 часов со щупами, 6 человек, в каждую щелочку, трещинку на стене, толкали, проверяли, узнавали. И не нашли. И нынче, когда сказали, что наша квартира, вторая строительная 6216, под снос, барак, и мы когда стали убирать, ломать все, и вдруг вижу, под мертвым прибитыми шкафами, самодельными, там что-то выпилено. А мне говорят, тут выпилено, и дощечка маленько колышется-то. Я уже забыл. Туда я ни разу не лазил, ну, уже почти чуть не 30 лет. Теперь, когда я поднял, у меня там лежит оригинал. И я его вытащил нынче, вот месяца полтора назад. В руках подержал связанный, как он украшенный был. Каждая коробочка с двух сторон, картинки из журналов, надписи оттуда вырезанные. Шикарно. И вот теперь оцифровали, и все на нашем форуме. к истине1.народ.ру. Это наш сайт, и там насчитаны мной 12 томов златоуста, Библия, архипелаг ГУЛАГ, Жития Святых. Вот. Так как они порчены, теперь уже, ну, порчены как. И каждую пленку надо два раза в год прокручивать, магнитное напряжение снимать. А она пролежала 30 лет. И там нетопленное было, то мороз, дождь не попадал туда, сухое место было, то летняя жара. Там чего могло остаться-то? Из этих пришлось мне самому оцифровывать уже, переделывать, чтобы поставить. И у меня мысль возникла, вот как Библия тоже порчена, архипелаг ГУЛАГ, я заново перечитал уже на компьютер. И надо перечитать златоуста. Ну, что такое златоуста? Не считать, а перечитать. Считать с интонации, чтобы можно было людям обратиться к этому. Ну, я брался за невероятные вещи там. Ну, у меня уже четыре препятствия были. Шепелявлю, зубы не все. У меня бронхи, замороженные в тюрьме когда был. Я кашляю-то. Зрение ослабленное. Я уже провел 30 тысяч часов за компьютером. И плохо слышу. Диктор должен слышать свой голос. Я не могу. Я в интернет выставил и сказал, кто может, начитайте. У меня с изъянами шорохи там. Ну, все слышно хорошо. Ну, сколько уже лет, и никто нигде не двинулся. И в интернете нигде нету начитанного златоуста. Я по-прежнему являюсь один. Единственное. Мне сравнивать не с кем. Хорошо или плохо. Ну, а с кем? Как в песне поется, первый парень на деревне, а в деревне дом один. Вот. Житие святых хоть помаленьку есть. Добротолюбие пять томов. В то время, ну, вообще книг не было. А сегодня люди отучились считать. И поэтому мы блаженного фифилакта вот сейчас насчитываем с комментариями. Это очень многие просили. Сегодня, вот я даже выступаю где-то, и говорят, ну, вы это сделайте ролик. Вот в прошлом году мне пришлось около 30 роликов сделать на выступление, на уроке атеизма Александра Глебовича Невзорова. Он там хорошие слова говорит, а кое-где безумствует. Безумствует. Так что патриарх или кто-то Чаплину Всеволоду дали указание, где он выступает, просто вставать и уходить. И они так и делают. Прямо демонстративно его зазирает. Я не знаю, не могу сказать о них, но думаю, этого делать нельзя. Потому как вот у Невзора очень много есть. То, с чем я согласен. Он прямо говорит, что вот это неправильно. Опровергать его не надо. Надо принять и справиться. Нам исправиться. В истории было такое. Да, преследовали. Да, инквизиция. Еще тут говорит. И сегодня я принимаю почему? Потому что меня священники преследуют. Как лютые волки гоняются за мною. Пытаются истреблять книги. Ну, смотри, что он делает. С этой ножкой. А он уже сколько. Вот так. На сегодня нам хватит. Так, ну. А этот присосался. Спасибо, Христос. Спасибо, Господи. Присосался к матери. Ну-ка, встань. Маленько оторвать его. Видал, как прилип. Ну-ка, встань. Не могу оторвать. Вот как он за сосок держится. Белый. Ему два месяца с половиной. Даже трех нет. А смотри, какой он здесь вырос. Бабку сосет. И эту. Ну. Ну. Ну, мне вставать-то надо или нет? Ну, отцепись. О. Кое-как. Ну-ка, посмотри, что я тебе дам, а. Гляди. Лестовка. Ну-ка. Как ты лестовочку любишь? Ну-ка, давай. Чё? Ну-ка, давай, посмотрим. Вот он как. Спросонок-то не поймет еще, что. Гляди. Игрушка. Вот он как. Гляди. Пошел. Пошел. Он не проснется никак. О. О. Урядец. Стоп. Лестовка. Так, я потихоньку подниматься буду. А его еще, покажи, что он делает. Вот провод может перегрызти. Ну-ка. Ну-ка, побалуйся. Он с просонок ничего не знает. Давай снимем. Шесть часов уже, и на тихо. Да, сейчас мы будем последнее известие слушать. Он с просонок. Ой-ой-ой. Ой. Сегодня он не играет. Он уже наигрался. Вот я был переплетчиком. Обыкновенные тетради вдвое перегибал. И вот такие вот делал. Вот видишь как. Вот они как переплетенные. Это старинный метод. Вот фальчик называется. Ее не порвать еще нельзя. Вот она, видно, шнуры. Шнуровой метод. И вот, видите, у меня выдавливать было, как это тут роговая такая делал. Это записную теперь я из нее сделал. Я переплетел вручную книг примерно 3000 томов. Вот переплет и позволил мне меньше спать. Благословен Господь. Вот сейчас последний звезд. Сейчас включусь. Что тут говорят? Ну-ка. Смотрите, какой парик. Что-то выпечало. Карик. Что заскулил? Это карик заскулил, наверное. А все, сегодня разу нету? Или еще нету? А, еще одной минуты нету. Мы слушаем последнее известие, а потом пытаемся... Одну минуту. Коснусь я этих вопросов, еще шарим. Да, большое сердце у маленькой собачки. Совершенно беспородной. Говорят, какой породы? Я беспородный сам. Да мы все тут беспородные. Породистые у меня кошки. А этот, вот такой гладенький какой. Начинается, начинается. Всему свое время. Сейчас скажем. Информационная программа 200. Минкрофон из Мастера Таисия Сидельникова. Здравствуйте. В этом выпуске. Что? Так, плена. Драма с захватом заложников на Айроби подходит к концу. Такси попало в аварию в Москве. Один человек погиб. И на Кубани выясняют причину крушения штурмовика. Белота ищут. Полеты 135-3 остановлены. Подробности далее. Спасибо. Слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok